Газеты «Эврика» Газеты «Эврика» И писать там свои не только комментарии, потому что зачастую вопросы решаются оперативно. Если есть какие-то конкретные факты, фотографии, то, наверное, вы тоже сталкиваетесь с тем, что… Постоянно. Постоянно, ежедневно на что-то акимат реагируют, какие-то темы. Это наша работа, сталкиваться. Какие-то темы журналисты выясняют более глубоко, находят компетентных комментаторов, экспертов. И вот те материалы, которые дальше уже даются в газете, они, конечно, содержат вот ту самую дополнительную информацию, которой людям зачастую не хватает. Вот, в частности, заметка о том, что в Актубе задержали якобы педофила, в полиции уже эту тему прокомментировали. Действительно, очень много было в Инстаграме каких-то мнений людей, причем зачастую это мнения сразу радикальные. Поймать, расстрелять, посадить и так далее. Хотя на самом видео ничего подобного не найдешь. И там единственное, дедушка такой наружности бродяги, он угощал деток конфетами. Ну, как говорится, палка в двух концах. Может быть, теперь вообще каждого, кто дает ребенку конфету на улице, надо будет везти участок и выяснять все его подноготную. А с другой стороны, может быть, действительно, что-то за этим кроется. Так что сейчас полиция этот вопрос взяла на контроль. Его задержали. Ну, а результатов пока, конечно, до общественности еще не доводили. Тема, которую мы обсуждаем уже, пожалуй, всю весну и уже с переходом на лето, состояние наших рек. И мы говорили об этом, что, наверное, это такая долгоиграющая, очень печальная тема. У вас дача есть? Конечно, и я, наверное, из первых, кто поднимал этот вопрос, сам лично фотографировал, снимал-то. Буквально недавно на эти выходные я все-таки спустился к речке. Нашел речку или не нашел? Все-таки попытался пройтись по ней, чуть не увяз в... В грязи оставшейся? Да, в почве, да, потому что, на самом деле, хотелось бы заранее предупредить людей, старайтесь вот сейчас не спускаться к реке, потому что почва, она мягкая, только перекопали, а грунтовые воды поднялись на уровень реки. Поэтому, может быть, даже снаружи выглядят берега, выглядят вот такие земельные, которые земля. Они, может быть, и выглядят такими высохшими и так далее. Буквально несколько сантиметров уже вода стоит, и можно провалиться. Я провалился глубже колен. Ну, можно себе представить, это был бурлёнок. И причем, да, и причем я еле выбрался оттуда, там реально засасывает. Там, где затоны воды, там, где не проточная вода, а затоны, там на дно встаешь, дна практически не чувствуешь. То есть может засосать, и, ну, во всяком случае, пока что никаких вот таких вот эксцессов не было. Но это было страшно, на самом деле. Ну, за сына уже страшно, да, что вдруг он один выбежит? Конечно, в любом случае, да, это страшно. Вот я думаю, почему об этом не предупреждает. Это места вот недавней перекопки, грунт еще не утрамбовался, и вода практически, я же говорю, вот на поверхности, это опасно. На самом деле это опасно. Ну, будем считать, что сегодня мы как раз предупредили дачников и тех, кто отдыхает на берегу Бутака, Каргалы, то есть в тех местах, где эти работы уже проводились. Приглядывать, во всяком случае, за детьми точно приглядывать. Не выпускайте ваших детей одних на берег, и тем более, чтобы они в воду не лезли и в грязь. Ну, а сейчас уже дачники, которые остались без полива, они начинают возмущаться, выходить в какие-то совместные такие акции, призывать журналистов, чтобы журналисты приезжали, снимали, везде показывали. Потому что действительно масштабы происшедшего мы понимаем только вот с течением времени. Когда первый раз там вышли на эти участки, когда сейчас надо поливать, а поливать нечем и так далее. И хотя в социальных сетях была информация довольно большая, главный инженер этого проекта, руководитель, можно сказать, всех работ, он дал на пяти страницах объяснение научное, что сделано и что сделать еще не дали. Ну, по всей вероятности, вот его мнение и работников, что не дали довести до конца. Что было бы? Но, с другой стороны, зачем нам четырехметровые высоты берега в наших реках, в которых воды, ну, может быть, раз, вот как старожилы говорят, раз в 20-25 лет у нас бывает паводок. И делать вот эти четырехметровые берега, с которых к реке не спустишься потом, и будет ли там столько воды, чтобы можно было купаться, вот это все активно воспринимают очень болезненно. Да, болезненно. В первую очередь, конечно, я переживаю и я понимаю дачников, у которых нету, например, собственных скважин, которые не могут своими силами проводить, производить полив. На самом деле это тяжело смотреть, как собственный участок засыхает, как просто невозможно что-то сажать для себя. А по сути ведь кольцо дачных участков, кольцо вокруг города, оно, во всяком случае, одно из последних, что спасает города от пыльных бурь. Все-таки насаждения, зеленые насаждения, если они, извините, вырубаются в черте города, уничтожаются под нужды там парков, домов, строительства и так далее, то это, так сказать, один из последних бастионов защиты нашего города от пыльных бурь и засух. Поэтому вот сейчас это еще один удар по, опять же, по экологической нише нашего города. И, к сожалению, здесь журналисты ничего сами сделать не могут, кроме как обращать внимание наших официальных властей на то, что нужно что-то делать, что нужно какие-то радикальные сейчас принимать решения. И здесь уже вопрос стоит о том, что будет в последствии. Ну, не менее тема такая сейчас больная – это детский отдых в наших городах, произошедший за последнюю неделю несколько случаев, когда сильный ветер уносил батуты, тоже привело к тому, что сейчас, ну, все пойдут по пути наименьшего сопротивления, запретят и все, заставят все это убрать. Решит ли это проблему того, что у нас в парках никаких аттракционов нет, и там детям, собственно, и заняться нечем, кроме как на прокат велосипедик взять, и то еще дорожек нет, где можно кататься на этом велосипеде. Вот что будет с батутами и вообще какие аттракционы считать экстремальными, об этом вы прочтете тоже сегодня в материале газеты «Эврика». Также обращаю ваше внимание, что буквально вчера был судебный процесс, и опять нашего известного капитана команды, бывшего, а теперь директора клуба «Октубе», хотят лишить футбольного клуба, и инициатором этого является бывший директор Дмитрий Васильев, который требует признать торги незаконными. То есть эта история какая-то нескончаемая, это вообще бразильский сериал, за которым журналисты следят. Тема ремонта дорог в городе, она тоже у нас вечная, и сейчас, как выяснилось, несмотря на ежегодную большую работу, которая требует миллиардов тенге, выясняется, что город, ну, благодаря тому, что к нему присоединили сельские округа, опять насчитывает 300 улиц, где никогда не прокладывали асфальт. Можно себе представить, сколько на это требуется средств. Ну, тем не менее, в городском Экимате все-таки разрабатывают планы конкретные, и есть уже перечень тех улиц, на которых ремонт будет в этом году. Ну, сейчас все видят, что асфальтирование идет на улице Маншук-Маметовой в районе Керойн-Сити. Везде в прошлом году, собственно говоря, ремонт был, но, вероятно, не весь асфальт выложили, вот сейчас они это дело заканчивают. Так что, может быть, вы даже свою улицу в этом перечне найдете. В частности, жители поселка Ясный могут радоваться, к ним асфальто-укладочные машины приедут. Что касается юбилея нашего города, то здесь тоже особо радоваться нечему. В основном это недовольство горожан. Как говорится, у нас почему-то вот в последнее время горожане настолько всем недовольны, что даже 150-летний юбилей Ак-Тубе радости им не принес. Вот почему он не принес радости и, собственно говоря, что хотели сделать и что получилось в итоге, это вы сегодня в газете все подробно прочитаете. Если согласны, не согласны, вы можете также в Инстаграме или на сайте писать комментарии. Ну вот мы с вами сказали, что у нас воды нигде нет, а маленькие рыбаки со своими родителями выезжали в субботу и провели конкурс общегородской «Ловись рыбка большая, маленькая». И даже, наверное, чего-нибудь наловили, во всяком случае, призы раздавали особо удачливым рыбакам. Так что те, кто знает, где на Тюбинском море ловить рыбу, продолжают выезжать, и, ну, наверное, какие-то результаты у них радостные появляются. Выборы нас ожидают в воскресенье. И эта тема, ну, не сказать, что настолько же сейчас масштабно обсуждается, но, тем не менее, о выборах материал ищут. И вот сегодня газета дает такую минимальную, но очень содержательную информацию о наших кандидатах. И вы можете еще раз прочесть, еще раз взвесить все, поскольку вот я, например, категорически не поддерживаю людей, которые не собираются на выборы идти, потому что они, сидя дома и потом в социальных сетях, переписывая, значит, комментарии всевозможные, пишут, да зачем ходить, да уже за нас все решили, вот, и вообще от нас ничего не зависит. На самом деле, если вы пришли, вы не только свой долг выполнили, да, вы еще за себя спокойны, что вы свое слово сказали. Вас спросили, вы ответили, кого вы хотите видеть президентом. Так что потом уже, как говорится, сами можете сказать, мы голосовали за того человека, а может быть, я хотя бы свое слово сказал и не согласился с общим решением. Вот, так что 9 числа, пожалуйста, не забудьте, что вам нужно идти на выборы. Ну, а что касается других тем, то, конечно, сегодня в газете много и международной информации и о событиях, которые происходили в нашей стране. И еще могу сказать, что здесь тема сбора и реализации отходов лома цветных и черных металлов, опять-таки, важная для нашего города, где пропадают целые ограды у памятников и люки у наших коммунальщиков. Вот эта тема очень активно сейчас прорабатывается в городском окемате и создана ассоциация компаний. Так что сейчас уже буквально каждый владелец приемного пункта будет себя чувствовать ответственным за то, что он принял и чего город лишил. Спасибо большое. Хотелось бы добавить, смотрите наш телеканал и читайте газету «Леврика». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова